Порядок в Минске мы наведем. Это не вопрос. Не та ситуация. Хотя мы не знаем, что они еще нам с Польши подкинут. Они хотели у нас революцию устроить. Даже не революцию, а мятеж. А получили сами. Там ситуация непростая. И она просто так. Не вылезет. Там не отморозки поднялись. Там поднялись женщины. И понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне. И они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись. Знают, за что. Там госслужащие. И потом, мы не совсем точно подаем информацию по Польше. Женщины поднялись и начали протестовать. Не потому, что там с абортами. Только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше. Сфальсифицировал выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. И они хотели стрелки перевести на нас. Это же на нас стрелки хотели перевести. Конечно, чтобы внимания было. А поляки не дураки. И вот там это все началось. Ну и куча проблем экономических. Да, там есть кучка богатых. Но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Вот это все в кучу собралось. А дальше спусковой крючок для крестьян. Пушнина для женщин аборты. И так далее. Это уже был повод. А там давно эта революция зрела. И я им об этом говорил. Не лезьте в чужой огород. Разберитесь у себя. Нет, полезли. Что произошло в Литве? Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались белорусы. Потеряли власть. А что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Это сокрушительное поражение на выборах местного самоуправления. Поэтому не надо соседа бросать камнями. Не надо. Не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Поэтому надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним. Продолжение следует.